В преддверии 8 марта во Дворце Независимости чествовали самых успешных женщин и самых мужественных людей в погонах. Это добрая и теплая традиция первых весенних дней. Торжественная церемония всегда создает особое праздничное настроение. Но главное, награды из рук президента получают те, кто заслужил признание на самом высоком уровне своим трудом, самоотверженностью и профессионализмом. В Беларуси особым уважением пользуются те, кто выбрал для себя нелегкую эстезию материнства. За рождение и воспитание пяти и более детей Александр Лукашенко вручил ордена матери женщинам из всех регионов страны. Эти представительницы прекрасного пола работают в разных сферах, но главный их труд – семья и воспитание детей. От президента поздравления с праздником, заслуженные награды и искренние слова благодарности. Низкий поклон вам за ваш материнский подвиг. Наряду с мужчинами вы успешно развиваете науку и технологии, укрепляете промышленный потенциал, обеспечиваете продовольственную и финансовую безопасность страны, строите дома, создаете произведения искусств, учите и лечите людей. А еще прославляете нашу родину на самых престижных форумах и ведущих театральных сценах мира. Храните и приумножаете культурное наследие Беларуси. Да и все, что мы, мужики, делаем в этой жизни – это ради вас. Сегодня в этом зале мы по традиции чествуем и настоящих мужчин, офицеров, генералов, которые тоже являются лицетворением года мира и созидания. Потому что под их надежной защитой наш суверенитет и независимость. Проще говоря, наша тихая и спокойная жизнь. В такие времена, как нынешние, люди начинают понимать истинную цену, казалось бы, простых вещей – мира, порядка и спокойствия. Люди разных профессий удостоены почетных званий и медалей за трудовые заслуги и Франциска Скорины. Генеральские погоны Александр Лукашенко вручил представителям силовых ведомств – тем, кто несет службу 24 на 7 и стоит на страже общественного порядка и безопасности. Награды и новые погоны – это признание больших заслуг перед Отечеством и знак высокого доверия. На сегодняшний день порядок в стране обеспечивается, и люди спокойно могут ходить вечером, отпускать детей. Самая основная задача на сегодняшний день – это сохранить. У нас все для этого есть, и мы сделаем тоже все возможное, чтобы сохранить вот эту безопасность на нашей земле. Сам президент нам вручил эти награды. Конечно, это огромная честь для нас всех. Если будет мир, как говорится, и наши детки, и все мы будем счастливы в наше такое непростое, тяжелое время. Семья – это радость, дети – радость, это счастье. Они, наоборот, придают силу, вдохновение делать, творить. Нам есть чем гордиться. Мы растим прекрасное поколение будущих защитников Отечества. Они абсолютно в своем большинстве выбирают для себя профессию офицера. И вы знаете, я сегодня могу гарантированно сказать, что мальчишки, которые сегодня учатся в Суворовском училище – это наше будущее. Они действительно будут решать те задачи, которые стоят перед вооруженными силами. Это, прежде всего, конечно же, защита нашей страны. Обращаясь к участникам церемонии, президент напомнил, в Беларуси делают все, чтобы на нашей земле был мир и покой, чтобы можно было спокойно жить и расти детей. И сегодня же, прямо во время церемонии вручения госнаград, президент раскрыл подробности попытки теракта в Мочулищах. Александр Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мочулище. Начало всему было положено, возможно, 8 месяцев назад, возможно, полгода. Нам предстоит еще выяснить, мы это выясним. Место события Киев, служба безопасности Украины, руководство ЦРУ, не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист, он россиянин с российским паспортом, имеет украинский паспорт, родился в Кровом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины. В 2014 году айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях готовился для совершения террористических актов на территории Беларуси и Украины. Энгельс, помните, самолеты, которые были подвержены атаке, дрону. И наш известный аэродром военный Мочулищ. Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые с космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему, было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим, так называемым, террористом на территории Украины. Готовили представители СБУ, но то, что мы увидели, реализовывая операцию в Беларуси, это действительно что-то было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован, так у вас говорят в КГБ, на нашу территорию. По итогам проведения контртеррористической операции президент принял решение удостоить госнаград главных действующих лиц. Председатель КГБ Иван Тертель награжден орденом за службу Родине первой степени. Глава Госпогранкомитета Анатолий Лапо и министр внутренних дел Иван Кубраков орденом за службу Родине второй степени. Развитие территориальных центров, соцобслуживание и семейная политика, роста заработной платы и профилактика производственного травматизма. В Минской области подвели итоги работы, системы труда, занятости и социальной защиты. Коллегия состоялась в Держинске. Так, например, средние доходы жителей центрального региона в прошлом году увеличились почти на 12,5%. Кроме этого, для комфорта граждан развивали социальную и транспортную инфраструктуру, улично-дорожную сеть, обустроили более 120 объектов и закупили 28 низкопольных автобусов. Под особым же вниманием профильных служб была и остаётся занятость молодёжи. В прошлом году при плановом показателе охвата временной занятостью 100 человек такой формой работы у нас было занято 123 подростка. Они работали в семи ученических бригадах в шести учреждениях образования. Ребята были заняты благоустройством, озеленением территорий своих учреждений, ремонтом школьной мебели, а также пошивом постельного белья. Благодаря проведённой широкой информационной работе в текущем году количество желающих работать по программе временной занятости у нас значительно увеличилось, до 378 человек. Также увеличилось и количество учреждений образования, в которых будет организована такая временная занятость с шести до пятнадцати. Минская область очень хорошо сработала по влечению занятых в экономике. У них очень хороший прирост, и это, в принципе, достойный показатель относительно всех регионов республики. Развивается система социальных услуг. Можно отметить, что очень хорошо в 2022 году они сработали по таким направлениям, как сопровождаемое проживание, дневной уход, обучение навыкам ухода за пожилыми и инвалидами родственников и близких людей, что тоже очень важно. Развивается материальная база, как стационарных, так и нестационарных учреждений. Поддержка пожилых людей, забота о ветеранах, помощь многодетным семьям, а социальная политика в регионе всегда комплексная. Это подтвердила и тематическая выставка на базе Дзержинского центра соцобслуживания. Районы презентовали свои полезные проекты. Также во время коллегии отметили лучших работников в социальной сфере. Высокая государственная награда за безграничное сердце и счастливое детство. Ордена матери в канун 8 марта удостоены 29 жительниц центрального региона. Торжественная встреча состоялась во дворце республики. Учитель и животновод, продавец, мастер леса и экономист. Профессии женщин самые разные, но главная жизненная миссия одна на всех – быть мамой, причем пятерых и более детей. К слову, родные поддерживали и во время вручения орденов. Также для гостей из десяти районов подготовили праздничный концерт. Это награда для меня, она очень многое значит. Это гордость, это большой труд всей семьи. И это награда всей семьи нашей. Что быть для меня мамой? Быть для меня мамой – это огромное счастье. Это смысл жизни. Потому что неважно, сколько у тебя детей. У тебя может быть двое, трое, пятеро, как у нас с мужем. Это огромный смысл жизни. Для каждой мамы, наверное, это большой труд, большой вклад и в государство, и волнение. Справляемся. Я еще работаю на работе. Муж у меня ИП. Мы собираемся заняться агробизнесом. Садить овощи, масса вода. С детками справляемся нормально. Каждому, конечно, подход, каждый чем-то занимается. Мама, чтобы ты не болела, я тебе буду всегда помогать. Отметим ордена матери, удостоенной более двух с половиной тысяч жительниц Минской области. Всего в регионе сейчас более 21 тысячи многодетных семей. Родительскую любовь, круглосуточную заботу и душевное тепло в них получают почти 70 тысяч детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова